Бокер Тов, Шалем Враха. Продолжаем обсуждение главы Ахреймод. Две наши предыдущие главы посвящались в основном теме духовного состояния человека, который называется Тагор, чистый, и Тамэ, замутненный. Вот сейчас мне пришла в голову такая идея, что даже на русском, видите, есть вот эти вот чередования букв. Муть, да? Тамэ, те же самые буквы. Так вот, Тамэ, Тагор или Тамэ в зависимости от поведения человека. Он мог быть чистый, либо нечистый. Но Тора еще предусмотрела нам механизм ликвидации последствий дурного поведения. Образно говоря, когда человек совершает ошибку, у него возникает некая авария на разных уровнях его человеческой души. Отдельный, кстати, вопрос, и последние 30 лет особенно эта тема обсуждается в медицине, называется психосоматика, там и все остальное. Это как дурное поведение человека потом проецируется на его внутренние органы. И затем, как оно болезни всевозможные, луалейну, как говорится, может способствовать генерации и тому подобное. Ну, сейчас будем говорить больше о духовных вопросах. Итак, как ликвидировать дурное поведение? Есть несколько путей. В первую очередь, это серьезное осмысление своей жизни. И принятие конкретного решения внести в нее дополнительные элементы соблюдения нашего еврейского закона. И отказ от тех или иных нарушений законов Тора. Затем нужно выполнить эти решения. Немножко больше скажем. То есть, серьезное осмысление жизни — это есть первое условие, необходимое собственной планерке. Многие люди так не доходят до этой планерки, до этой встречи с самим собой, потому что для этого нужно время, в течение которого человека не будут отвлекать. В течение которого он сможет сосредоточенно и, самое главное, честно посмотреть на свою жизнь, ретроспективно. Ну, то есть, в прошлое. Благодаря этому он тогда сможет понять, что у него происходит в настоящем, и спланировать будущее. В нашей жизни сумасшедшие информационные гонки до вот этого самого главного первого момента, фундамента, многие люди не доходят, а если доходят, то делают некачественно эту планерку. А как ее делать качественно? Нужно взять белый лист бумаги, ручку, и писать. Что писать? То, что в голову приходит. Ведь раз мы уже взяли бумагу и ручку, значит, что-то нас беспокоит. Что беспокоит? Почему? Что к этому привело? Какие были обстоятельства люди вокруг? Как они влияли? Почему я поддался этому влиянию? Если вот сейчас недавно пришел Песах, и если посмотреть это еще под одним углом, да, то в каждом человеке есть некий потенциал раба. Рабское поведение. Рабское поведение, ну, здесь можно много очень об этом говорить, но сущностно это переложить ответственность себя на кого-либо другого. Да? И человек должен увидеть, где он ведет себя как личность, которая принимает ответственность за свои решения, за свою жизнь, а где ведет он себя как раб. Где он хочет, чтобы пусть все идет так, как идет, я ни к чему не прикасаюсь, или прикасаюсь минимально, ну, и, соответственно, в случае чего виноваты все вокруг. Только не я. Это рабское поведение. Теперь, в результате этой планерки над самим собой, человеку нужно понять, в каких точках он ведет себя как раб. где у него это поведение особенно проявляется. И затем задать вопрос, а почему? Сразу нужно оговориться, что далеко не всегда мы знаем почему. Но уже идентификация этих событий и уже понимание, как в моей жизни это работает, это уже очень первая хорошая, как это говорят врачи, анамнез, да? Первый человек диагноз ставит, но без доли какого-либо осуждения. Констатация фактов. Нам нужны факты. Здесь очень важный момент, чтобы мы прочувствовали. Оценочные суждения будут потом. О них, наверное, надо отдельно поговорить, потому что многие любят себя засудить и оставить все как есть. Все, я себя посудил. Суд не состоит в обвинении и в страданиях, а суд состоит в строгой конкретной аналитике вопроса. Аналитика. А до аналитики должны быть факты. Факты. Какие факты? Пошел, сделал. Почему сделал? Почему не сделал? Что влияло? Как влияло? Конкретика. А максимально объективно, потому что когда мы научимся к себе подходить без доли лишней романтики, сентиментализма, который зачастую принимает сторону самоосуждения, самобичевания, нам будет легче. Вот есть факт. Думаем, как его исправить. Позвонили, посоветовали с Равом, почитали какие-то материалы. Мусар, да, то есть еврейская этика. Попробовали с одного угла зайти, со второго. Смотрим, как наша личность реагирует. Это целая работа. Но главная ее основа что? Главная ее основа это серьезная проработка, прежде всего, собственного поведения. А для этого нужна тишина. Тишина, спокойствие, рассуждения, здравые, нормальные. И затем план действия. Его можно корректировать, его можно советоваться. Как? Что? Это другой вопрос. Но сосредоточение, которое нам необходимо для этого, это и есть наша очень важная работа. И мы должны добиваться того, чтобы мы эту работу сделали качественно. Потому что без нее дальше у нас будут перекосы. мы увидим, что вот здесь мы, оказывается, не додумали или не захотели заглядывать в щели этого своего поведения. И важно помнить о том, что душа наша, она чиста. Но у нас есть характер. Этот характер формировался с временем. Теперь у нас есть задача. Характер менять, менять его черты. Это большая работа. Хорошо. Мы сделаем то, что в наших силах. То, что в наших силах. Но мы, ключевое слово здесь, сделаем. И постепенно Всевышний будет давать все больше и больше нам возможностей, чтобы доводить эту работу до большего совершенства.